Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! С вами Элеонор и гид в Праге. Я вот приехала в фермерское хозяйство. Здесь много-много всяких полей, на которых выращивают разные культуры, в том числе выращивают клубнику. Я приехала на самосбер. Это значит, что можно пойти на поле с лукошком и самому собирать клубнику. И это будет дешевле, чем покупать клубнику в магазине. Ну и можно, конечно, самому собрать для себя лучше какую-нибудь самую-самую хорошую. Вон, видите, поля, это все клубника. Вот у меня с собой такое лукошко, чтобы собирать клубнику. Если лукошки нет, то можно, в общем-то, прийти с любым подручным материалом. Но у меня специальная лукошко, чтобы было удобнее, чтобы она не мялась. Дикую. А, так и розаду. Ну вот, стоечка есть, а девушки нет. Ну, пойду дальше смотреть. Вот уже люди собирают. Но мне сказали, что надо идти аж вот туда, в конец. Вот, кстати, уже клубничка видна. Ну, что-то есть. Я боялась, что из-за дождей вообще клубники не успею собрать. Но, наверное, что-то я сегодня наберу. Принесу домой в клювике. А вон люди в конце собирают. Ну, и мне туда. Ну, в общем, я увидела тут ягоды. Не знаю, можно ещё подальше пройти, но я начну здесь собирать, а там увидим. Конечно, они уже не такие крупные. Первые ягоды все собрали. Что тут у нас есть? Давайте посмотрим. Ну, тут прям совсем маленькие. Ой-ой-ой. Ну, ладно. Они зато очень вкусные, сладкие. Ну, вот, хорошая ягодка. Ну, вообще, конечно, да. Надо было приехать раньше. Ну, а как приехать раньше, если шли дожди? У меня всё детство прошло в летние дни у бабушки на даче. А бабушка выращивала очень вкусную клубнику. Я помню, у неё был такой сорт. Она была какая-то бело-розовая, сладкая, душистая, но очень боялась влаги. Вот если было дождливое лето, то, в общем-то, она погибала первая. Не воспевала. Не помню, как сорт называется. Помню, что бабушка ещё очень любила сорт зенга-зенгана. Если я правильно говорю, не знаю. А я здесь купила для дома французскую клубнику, которая вообще, по идее, плодоносит круглый год. Но у меня она зимует на улице. И что? И зимой её, конечно, нет. Вот в этом году она тоже как-то подмёрзла. У нас стало тепло. Потом ночью ударили морозы. Я радовалась, что будут абрикосы, но абрикосов за одну ночь не стало. Они все почернели дружно. В общем, вот так вот выглядит самозбир. Ходишь и собираешь. Я даже видела, что люди едят. Так вот ходят и едят. Одну лакошку, две в рот. Но мне кажется, что это не очень так прям безопасно. Ну что, видите, какая клубника? Маленькая, миленькая осталась. Всё крупненько уже собрали и отправили в магазин. Вот, в общем, такой вот чешский самозбир клубники. Это уже плохая. Оставим её здесь. Это ещё ничего. А у вас уже поспела клубника? Интересно, пишите в комментариях. Вот, нашла покрупнее. Видите, какая красавица. Вот, это, как говорится, рот радуется. Так, тут какие-то сорняки. Всё заклили. Ой, смотрите, какая красотка висит. Давай я тебя сорву. Вот она, красота. Ну, тут получше рядок. Тут ещё не всю крупную собрали. Какая хорошая. Ладно, неудобно собирать одной рукой. Поэтому я отключаюсь. Потом покажу вам, сколько я собрала клубники и какой. Ну вот, друзья, я уже заплатила. Получилось на 260 крон. Ну и говорят, что это уже последняя клубника. Так что я вовремя приехала. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, вам было интересно, что такое самосбир в Чехии. Как здесь собирают сами клубнику. Действительно, это гораздо выгоднее. Не прям вот в два раза. Но в магазине клубника стоит 130-140 крон за килограмм. А здесь получается 98 крон за килограмм. И, в общем-то, прогулялся спокойненько, собрал, полазил в крапиву. У меня вся рука горит. Но это, в общем, ничего. Даже чуть-чуть приятно. Вот так что пишите, если вы уже собираете клубнику. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Всем пока. А, да, и подписывайтесь на канал и ставьте обязательно лайки. Ну, пока.